Всем привет, уважаемые телезрители Ютуба. Мы продолжаем прохождение Эверквеста. И сейчас мы продолжим выполнять квесты в Тимнолесе. Даркнемо нет, мы еще не закончили. Не знаю, когда закончим даже. Твои единички. Да, там единичка, у меня чат не работало, я решил таким образом. В общем, мы убили... А, в прошлой серии мы там что сделали? Я все равно все записи смотрю. Хорошо. В прошлой серии мы убивали Дрейков. Ну, там не такая уж интересная была серия, мы просто их зергали, зергали. Ну, не зергали, а убивали в большом количестве. Чтобы выполнить легенды и предания. Хе-хе, хорошо. Ничего не пропущу, говорит Нарк. Отлично. Ну, сейчас мы продолжим с этими, с грибами на озере. Так, мучь, этот... Ой, ёхо-хоу, я смешаю это все. Ням-ням-ням. Ням-ням, теперь... Это же Мус Темнолесе. Я же говорил, что эти штуки нужны тебе для магии. Так. Разве я говорил про магию? Уверен, что сказала Мус, а не магия. Тебе нужно протесть уши. Восхитительный вкус, спасибо. Пожалуйста. В общем, вот эта вот маленькая Фея, она попросила нас слизких... Слизких этих, как его... Да, вот. Вот в прошлой серии, после того, как мы замочили там Дрейков всех, вот эта вот Фея попросила нас найти на болоте этих липких... Как называется-то, блин, они я даже сейчас покажу. Сейчас бегаю, недалеко здесь. Ну, короче, такие эти... Улитки без... Без панцирей были они. Вот они бегают, склизкий удобритель. В общем, я их 6 штук убил, и ей принес какие-то слизи. По твоим стримам я вспоминаю свой путь в Эке, такая ностальгия. Да, мне тоже ностальгия. Тут ностальгия-то одно, я считаю, тут они много чего поменяли. Тут я... Или, мне кажется, что поменяли. В общем, вот эта Фея, я ей принес эту слизь, и она какую-то магию там делала и съела. Короче говоря, она какая-то... Ну, как сказать... Не знаю, там, каннибал. Или кто-то там. Или что-то типа этого. Борн Лин Витал. Ты именно ту убиваешь для достижения и опыта. Я убиваю имена, когда их встречаю, ну, по мере поступления, как бы, а специально их не ищу. Я и не помню. Чтоб их специально искать, нужно будет открыть там сайт, посмотреть. Поменяли много чего. Да, много чего поменяли. Вообще, вот эти какие-то порталы стоят непонятные. Совершенно. Вот я даже не знаю, для чего они нужны. Вот куда он путешествует по темнор, здесь и что? Не работает. Не допилили. Тебе уже удалось истребить их. Он говорит там про грибов. Я ходил в прошлой серии, еще грибы убивал. В болоте. То есть, один гриб я убил, а из него вылезли какие-то многоножки. Понимаешь, когда я убиваю одно существо, из него выпрыгивают пять гриблингов. Правда? Это поразительно. Мне нужно увидеть это своими глазами. Пронеси мне одного гриблинга. Хорошо. Принять его. Очень интересно. Посмотрим. Он просит меня принести ему гриблинга. Пойду принесу гриблинг. Пока я не знаю, как это сделаю. Но, видимо, дойди до конца болота, а то вдруг потом перерастешь его. А, я тоже вспомнил. На камне этот чувак стоит. Я сейчас вспомнил. Да, есть тут имя. Вот по этому берегу вроде он даже стоит. Ну, на камне или на большом грибе. Что-то вот из этого. Вот он, кошмар ночной тени. На большом грибе он здесь стоит. О, он уже согрелся. Дай-ка мы его залутаем. По-моему, он раньше на камне стоял. Хотя, могу ошибаться. С тех пор прошло, сколько, восемь лет уже. О, он мне навстречу пришел. Лично хочет от меня кряхнуть. Давай. Я тебя хочу убить ножом. Давай. 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 Ножиком, давай. Ка-а-а. Давай, тыкай его. А, сейчас тыкнул. Так, гриблинги, ну-ка стоять. Мне надо вас забрать с собой. А, я просто по ним тыкаю, я не этот. Я достал образец гриблинга. Отлично. Какие-то ножные латы, но не для моего класса. Ну, некромант не умеет их таскать с собой. Поэтому я их разберу сейчас на кусочки. Электрический мусор. Это, походу, мне это дало, да? Вон та кровожадная хея дала. Вот эту вот еду, выпивку дала мне. Это вообще отлично. Надо убрать сюда. Если что, могу еще... Ну, да, конечно, давай, подсказывай, где эти чуваки стоят. Мне еще нужно собрать грибов. Ой, не грибов, мясо. У меня есть квест тут. Вот из... Добудьте крабового мяса. Вот две штук я уже нашел. Надо еще найти 8 крабовых мяс. Надо найти черные листья, морковь и... Кофе. И апельсин еще. В общем, вот я собираю из этих вот гнезд, но что-то нет у нас крабовых мяс. Вулкане бил над ними. Да, я убивал там по квесту было, но я убил это имя. Я сейчас не помню, я выкладывал на ютубе. Сейчас гляну по-быстренькому. А, походу, я еще, наверное, не выложил, да? На ютубе. Сейчас я посмотрю, какую серию я положил. Я не помню, какая сейчас серия на ютубе. Но у меня здесь 32 серии всего вот у меня отсняты для ютуба. Причем последняя это вчера ночью было. Вампирическая причастность. Я вчера, кстати, ночью серию снял. Одну. Ну, там тоже такая не очень была серия. Я там гонял вампиров. Скучноватая немножко серия была. Никто не смотрел меня. Никто не комментировал. Я тут один. Что-то там придумывал себе. В лагере слева отсюда имя стоит... Вордулаков еще не был. Был, я там имя не нашел. Там типа вервольфы какие-то, по-моему. Но там имя я не нашел. О, так эти уже маленькие грибы везде распространились тут. Вулкани на дне. Так, в речке, по-моему, вулкана. В лагере слева отсюда стоит. Давайте сдадим ему квест. Что-то грибов тут стало много ходить. Смотри на них, я принес тебе гриблинга. А у меня они уже есть. А гриблинги уже... Сами пришли сюда. Откуда они пришли? Не знаю, возможно от тебя. Думаю, на тебе полно микроскопических гриблингов. Отвратительно. Не приближайся ко мне. О, ужас. Я заразился грибками. У меня на ноге, наверное, эти грибки на пальцах. Значит, тебе больше не нужен этот гриблинг? Нет, не нужен. Но, правда, я нашел способ добыть сэндвич у Викканара. Да, поговори с мадам Викторой. У него есть то, что поможет нам справиться с этими вредителями. Хорошо. Более агрессивный метод. Похоже, они растут медленнее. Если забрать их из болота. Но при этом размножаются скорее. Нам нужно работать быстро. Я поговорю с мадам Викторой. Нам уже 16 уровень давит квеста. А мы сейчас все еще 14, по-моему. Мадам Виктор, предсказатель. Приветствую. Ворнлин говорит, что здесь кое-что для меня. Верно, вот, держи, Ворнлин. Расскажет тебе, что нужно делать. Спасибо. Кстати, я виграю один день, 21 час всего лишь в игре. Я про крабов писал, что в речке они вроде крабов. Крабов, крабов, крабов. Так, крабов. Не помню. Но можно сходить, посмотреть на крабов. Так, а что нам предсказать? Сейчас сказать. Ну что, мадам Виктор сказала, что мне нужно поговорить с тобой о вебреддемоне. Ах, да, отведи вебреддемона на болото, убей несколько грибовидных существ. А выпусти вебри, пусть он их всех съест. Гениальный план. Я еще вернусь. Какого вебреддемона? А, вот он рядом со мной, да, вебре ходит. Все понятно. Крабов в речке... А-а-а, ты имеешь в виду, понял, мясо крабов. У вулкана. Все, все понял. Сейчас я вебри отведу и схожу за крабовными палками. Че, их убивать надо всех? Вепрь ты где? А, вот вепрь. А, сейчас я убью, оттуда вылезут эти чуваки мелкие. Вепрь их всех сожрет. Вот, все, вепрь начал их кушать. Чтоб он сожрал всех гриблингов. Вы что, я всех что-то буду жевать сейчас? Голодный вепр демон торопливо жует. Жадно пожирает гриблинга, торопливо жует. Короче, он жрет этих гриблингов, походу. Жадно, причем, жалет их. Вот еще есть. Но он еще не наелся. Походу, нужно еще убить. Ой, че он делает? Он, походу, наелся. Он всех убил тут. Возвращаемся обратно. Сейчас пойдем в речку глянем, крабовое мясо поищем. Нет, это беспонтовый. Будет лазубик. Вот, огненную форель, давайте половим. Ягушачья лапка. Дымчатая форель, но... Так, дымчатая форель, по-моему, это как раз просто форель. Какая-то халява стала у всех, кого надо бить по квесту стоит отметка. Да... Нет, это... Это я не ставил такое в настройках. Это... Это такая халява, короче, в новой версии. Оказуалили... Окунь... Окунь не подходит нам. Опять лягушачья лапка. Может, здесь что-то есть. Опять окунь. Но где-то вот эти два краба я накопал. А вот где, я не помню сейчас уже. Еще надо восемь крабов накопать. В следующем патче будет компас со стрелкой. Как к ним дойти? Да вообще какой-то кошмар, капец. Я видел такую игру, где нажимаешь на кнопочку, и персонаж сам идет туда, где находятся мобы. Не помню, как игра называется, но это вообще жесть какая-то. Надо посмотреть, может, в настройках эту штуку можно отрубить. Вот это вот, как его. Интерфейс, наверное, это... Какие-то там подсказки, я не знаю. Подсказки сравнения. Что это такое? Не то. А вот, окно подсказок по заданиям. Подсказки. А, справа, которая... Нет, пусть они лучше болтаются справа. Ну вот, нету, походу. Только окно справа можно удалять. Надо посмотреть на сайте. Может, где-то есть описание, как это отключается. У речки бывает. Иди к озеру, что около нее. Озеро, походу, это там. Я, видели, как я круто в два приема перепрыгнул речку. Мастер. Ну вот озеро, вот оно. Это какой-то дым, дымящийся озеро. Форель, что ли, получается? Дымчатый колупач. Ничего не найдено. Дымчатый колупач. Как-то спрыгнуть. Но... Подожди. Зачем спрыгнуть? А вот, я нашел крабовое мясо. Не, зачем спрыгивать-то вниз? Просто можно же сбереголовить. Я не люблю мочить ноги. Короче, надо, походу, эту дымчатую форель... О, как я его спамить. Еще крабовое мясо? 8 из 10 уже. Еще осталось чуть-чуть буквально найти его. Так, что-то я нашел, но, походу, не то. О, еще два краба еще нужно мне найти. О, сейчас еще. Как не совсем озеро, это и есть озеро. Вот где сейчас я плаваю, это озеро. Даже было написано, когда я подходил сюда, было написано, что это какая-то там дымчатое озеро, что ли. Других озер. Здесь, да, есть имя. Акула здесь внизу плавает, я уже убивал эту акулу. Именную. Вот это то самое. Так, все, крабов я всех надыбал. Вот этих вот ловишь сначала, этих рыб, а потом этих рыб кидаешь. Типа подкармливаешь, и акула всплывает. И потом нужно убить эту акулу. Отлично. Теперь у меня осталось кусты эти найти, где будут... Вот эти-то апельсины всякие, антонианские зерна. Так, мне нужно вернуться, квест сдать еще здесь. О! Эти грибы все еще ползают тут. Так, одну минутку здесь у нас. Отлично. Эй, Вепердемон взорвался? Да, взорвался. Значит, эти существа каким-то образом взрывным антисъедобным защитным механизмом удивительно. Я думаю, что этот Вепердемон просто слишком много съел. Ага, понял, о чем идет речь. Так кусты ты проехал. Ну, примерно это я и говорил. Ладно, сейчас я разрабатываю еще один способ уничтожения существ. Но для моих экспериментов нужны листья нарьякского узла дерева. У меня их пока достаточно. Но если эксперименты пройдут успешно, то понадобится гораздо больше. Пойди на северо-запад к тенистому дубу и набери листьев. Ну ладно, я иду за листьями. Можелый шторм, да. Отлично. Чем скорее мы избавимся от этих тварей, тем лучше. Окей. У вулкана были... Кто там был у вулкана? У штыфи проехал. Ну, сейчас я вернусь, посмотрю, что там было у вулкана. Вот речка идет. Вот идет ту сторону. Вот идет от озера. Вот она плывет. Речка вот впадает или вытекает из этого озера. Видите? Тут я только что нарубил крабовое мясо. Вот. Дымящееся озеро написано даже наверху. Вот. Там... А, вот если сюда идти. В ту сторону. А там у нуба зона вообще, там стоит чувак, который говорит, что там задание дает на рыбу. Да тут... А, ну что здесь стоять? Здесь... Здесь... У дерева кустик. Вот с этой стороны вообще тупик. Вот тут скала стоит. Тут ничего нет. А, ты имеешь ввиду кусты вообще? Все понял. Сейчас, сейчас, сейчас пойдем кустики посмотрим. Но этот куст не собирается. Стоп. Коллежка. Нам не нужен такой. Кия. Этот куст тоже не собирается. Гнездо мне не нужно. Ель. Куст не собирается. Тоже не собирается. Тут, походу, где-то надо еще кусты эти поискать. Эти вот, эти жирные кусты не собираются. Надо искать маленькие. Кхм. Кхм. Вот здесь вот я видел где-то кустик был, который собирался. Вот он вот, неестественный сад. Называется. Мне в Нуба-зоне я уже собрал там Т1 эти ресурсы, Т1. А мне нужны Т2 ресурсы уже. Кофейное вот зерно, по-моему, нужно которое у нас. Так, что нам по квесту. Нужно 4 пучка листьев, снарядских узлов деревьев, что растут неподалеку от тенистого дуба. Кхм. Я понял где этот тенистый дуб, это вон там находится. Это шучок какой-то. Что нет до. Сходи к входу в лес, к большому дереву. Да, я здесь как раз туда направляюсь, к этому большому дереву. Там у меня квест у этого дерева. У меня со слона. У меня уже, наверное, целый стак. Да, его 24 штуки. Здесь целый лагерь противников. Ой, кодеки злые. Кстати, здесь, ой, ой, ой. Допал на меня молодой кодек. Здесь раньше забора не было. Вот это вот, видите, вот забор здесь стоит. Фонарик там светит. Аптека. Улица. Фонарик. Здесь раньше этого не было. Здесь просто можно было беречь. Ну, сейчас добавили фонарик. Кровавое облако. Интересно. У меня даже такого нет еще. Какого-то заклинания-то. Так, я открыл тенистый дуб. А вот и это дерево, которое мне нужно собрать. Ряжки узла дерева. Четыре. Надо четыре штуки собрать. Мне пока только скрученные корни. Еще дерево. А-а-а. Ой. Фу-то я испугался. Думал, это злой медведь. А-а-а. Просто добрый мишка. Готово. Надо отнести сейчас назад. И, наверное, по пути я сейчас зайду в этот... В это дерево и возьму квесты здесь. Где-то квестики всякие разные. Вот эти два чувака, например. Гуантар. Во имя баланса, я Гуантар. Трер. Я служу от Элеи. А мое имя Пиат. Хорошо, что ты здесь, Пиат. У нас много дел, а все друиды, к сожалению, далеко отсюда. А что за работа? Мы хранители темнолесия и служим ему. Вот сейчас, например, я пытаюсь выяснить, почему за последние месяцы так возросла численность кадеков. Их количество нужно срочно уменьшить, иначе они станут настоящим бедствием. Хочешь заняться этим? Хорошо. Хорошо, возвращайся, когда закончишь дело. Окей, надо убить. Опять написано, убить 12 молодых кадеков, а в скопах 0.8. Немень. Дорога привела тебя в тенистый дуб. Под руководством Теллиенфайр мы тут наблюдаем за флорой, фауной темнолесия. И стараемся хранить равновесие. А что равновесие может нарушиться? А с легкостью, если что-то нарушает заведенный в природе порядок вещей, наш долг устранить причину. Если она нарушается, мы устраняем причину. Совсем недавно нам стало известно, что нектулские волчата стали слишком далеко отходить от своих логов. Нужно выяснить причину их подобного поведения. Я помогу помочь вашим расследованиям. Если хочешь помочь, пожалуйста, сначала отправляйся на северо-запад от ярмарки странствий, где волчата бродят рядом с логовами. Во-первых, выпусти там поисковый огонек, который я тебе дам. Он будет наблюдать за волками и окружающей средой. Во-вторых, принеси мне тело одного волчонка. А в-третьих, прихвати также шкуру оленя. А тушу оленей, которые обитают там же. Ладно, я все это добуду. Это поможет нам выяснить, что там происходит. Я скоро вернусь. Здорово. Что тут у нас еще? О, у нас подвал тут есть. Ремонтник. Что ж. Браслет колдуна. А че я его не одел? А, мне дали еще один браслет колдуна что ли? Ценный. Легендарный. Так, 7 сил. Народить его. Я так думаю. Интеллект. Сила, ловкость. Убираем отсюда. А этот втыкаем. И этот разберем. Потому что он не нужен. Вот эфирный порошок. Добавляет предмет следующий. Два здоровья. Да. Ухо, руки, запястье. Ну давайте попробуем куда-нибудь его воткнуть тогда вот. Так. Так. Например, сюда. Так. Это что у нас? Да тоже используем. Запястье, да. Давайте тоже. Красим. И этот. О. Тапочки. Будут крутые у нас. Легендарный-то получше. Ну я хотел на дамах, чтобы было. Поэтому я взял интеллект. Легендарный хорошо разбирать. О. Там какая-то дверь. О. Аталик. Аталик. Привет, Аталик. Пиат, если не ошибаюсь. Да. Хорошо, тогда начнем. Если честно, я мог бы обойтись без твоей помощи. Но и Мелад и Лайзира попросили меня поручить тебе это дело. Они либо высоко. Мнение о тебе. Либо очень низкого обо мне. Ха-ха-ха. Возможно, верно и то, и другое. Но если оправдаешь свою репетацию, значит ты сильно отличаешься от тех тубоголовых картинок, с которыми мне обычно приходится иметь дело. Но что, хочешь поработать? Я готов. Отлично. Во-первых, я хочу, чтобы ты собрал для меня кое-какие реагенты. Мне нужны ядовитые железы пауков, которые живут к юго-западу отсюда. А корни белия растут у тенистого дуба по всей округе. Паучья ты корень белия. Понятно. У нас уровень. Возвращайся, когда ты добудешь. Хорошо. Так, я смотрю, у нас квесты пошли какие-то все... Крутые. Наверное, я включу... Так, показать боевой опыт, да? Включить боевой опыт. Вот, включу, чтобы апнуть низкоуровневый, иначе... Какие-то неподъемные станут квесты у меня. Что это такое? Привет! Я хотел бы отправиться в путешествие... Так... Нет, не хочу отправиться никуда. нужно мне волков сейчас найти или 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 не включать этот боевой опыт не отключу ка я вам слабоватые все мне надо вон туда вон сходить а вот и коди сам напросил а мишка шкурку свою мне я его постелю у себя дома буду сидеть телевизор смотреть а ноги будут на шкурке стоять чтобы замерзли так этот ворчан не нужен по ходу дела ох нырька большой волк мрачный ворчан ого-го жутко лап давитель ничего себе завалим жутко лапа а а а а а а а а а 1 щит на разбор что это такое оголого мне дали невидимость это круто это очень круто И надо зайти в логово, по-моему, вот сюда Как-то вот их Можно схватить Или нельзя схватить Слишком далеко, говорит, да? Вот теперь Не хватается никак Частично обглодны души оленя Из населенного волками региона Нужен труп одного из волков Собрать Освободить дух огонька рядом с волками Так, дух огонька надо освободить Здесь вот, вот тут где-нибудь Сейчас освободим его Все, я освободил дух огонька Улетел Свинавый щенок Ой Что это за ерунда такая? Че за узерпатор еще? Я же испугался В гугл изурпатор, смотрите Поисковик перебрался в этот В нару А, хранительница логова как-то Приуныла Я смотрю Немножко И что? Ладно, выходим отсюда Что-то не принесло Это плодов Это вылазка Свинавый щенок Свинявый щенок Так, частично обглобанная туша К востоку от тенистого дуба Труп одного из волков Обитающих к востоку Так, а восток это где? Восток Восток это тут Там А, там Надо щенка замочить что ли? Сейчас замочим щенка Ну пусть к снежкам в него Тычь Не помогу Может этого надо замочить? Лошуна Да, я понял кого надо было убить На них же перья были нарисованы Вон они ходят А нет Ненарисованы Ну тушку медведя надо Ой, оленей надо по-любому найти Где-то тут Ну-ка зараженный сад Я тут чаю к себе готовлю Отхожу периодически А, ну приятного чаепития О, морковь нашел Отлично Смотрите-ка В зараженном саду есть оказывается То, что надо мне Морковь 6 на 10 Нужно еще поискать Эти Апельсины У нас есть Отлично Что мне еще нужно-то Так, апельсин Кофе Морковь Чай И все То есть Мне нужны только кусты Только кусты Одни лишь кусты Нужны Ворчун мне не нужен О, не ктулский волчок Надо походу его убить А вот и туша оленя лежит Кстати Это походу та самая Туша, которую мне надо Не за что, Дарк Это какой черный Чай пьюш Или зеленый Так, тушку оленя собрал Ну, надо кодеков сейчас Наловить тут И корни И так Надо отнести А Оба-на Что такое Мрачная ворчунка Ох, елки-палки Они агрятся Когда к ним подходишь Ёпа-расотая Так, ну-ка срочно С терестасика бьем Там их аж три Придется всех Пахнуть Только черный Зеленый Только очень Хороший Да, я тоже Черный Бью А с этим С Бергамотом Любишь Или так Или без Бергамота Все, вроде всех замочил Ну, ничего Мы крутые Трех волков Каких-то странно черных Задание Есть не перемен Дубленная кожа Не знаю Для чего Давайте посмотрим Что за квест Нам тут дают Так, нет Вот этот Есть не перемен Оттащите грима Стормшилда В ярсадских пустошах О-о-о Давайте-давайте Вот без этих Вот Я сейчас В пустоши Не полезу Вот эти вот Тоже удалю отсюда Так Дубленная кожа Тоже не нужна Сейчас Без всяких Ярсадских пустош Просто этот пустош Это очень далеко До тута Не дойду Тогда как По настроению Окей Я тоже Но Не часто пью Изредка Ха-ха-ха Я понял Как их убить Тебе еще нужны Листья узла дерева Да Именно из них Берется энергия Теперь я быстренько Смешиваю все ингредиенты Хорошо Вот Возьми этот Спрей Иди на болото Ночистного тени И уничтожи Действует он Очень просто Просто направь И нажми на кнопку Существа Тут же умрут Существовали Грибы И грибовидные Существа Не волнуйся Для нас Он безвреден И что самое Интересное Ты заражаешь Одного А он Всех остальных Может заразить Только немногим Все остальное Произведет А само собой Выполнить задание Тогда и поговорим Это приятно Слышать То есть Пойду Побрызгаю Что ли Этой штукой Сейчас Вот в тебя Например Смотрите Он ест С этого Склизкого Удобрителя Десять штук На таких Сделать Десять штук Десять штук Ночной топ Вот они Засевают Тот Друг друга Так Сразу Две штуки Давай Оптом Кстати Очень удобно Сделать Теперь Когда что-то Применять Надо С правой Стороной Где список Заданий Там Появляется Просто На него Тыкаешь И все Не надо Перетаскивать На горячую Панель Ничего То есть Выбрал Нажал сюда И готово А на самом деле Предмет Вот он В инвентаре Лежит Точно так же Можно было Вот так его Перетащить И использовать Отсюда Я-то я недавно Такую штуку Выяснил Как все прошло Я могу забрать Мой сэндвич Да Можешь взять Свой сэндвич Чудесно Слышишь Виконар Давай мне Сэндвич Спасибо за помощь Я верю Что все остальное Тоже тебе благодарны Пожалуйста Причем тут Виконар Я вообще Не Виконар Я Я же пья Да Это удобно Вот что-то тыкать Квест я сделал Мне дали Какую-то награду Даже дали Нам еще одну Украшалку дали Давайте Сразу ее Заюзаем Рука Ухо Запястье Ухо Это вот сюда Походу Так 6 интеллекта Вот сюда Сделаем Но добавят Мне 20 Дорогия Кровавое облако Еще рано Использовать Это у нас Что Туша оленя Для задания Нужно Крабовое Мясо И Небесная Мантия 17 уровень Да Еще не скоро Я его разберу Что-то Боевой опыт 30% Ну что ж Возвращаемся К этому дереву И сдаем Задание Наверное Так А Кадьяков Нужно Нарубить Еще Сейчас По пути Нарубим Кадьяков Так Стоп Вот Кадьяк Ходит Цып 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 Подпаляля Кадьяка Почему Кадьяком Называют Мишки Медведи Еще Еще Один Мишка Кадьяков 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 Вперед Атаке Четыре из восьми Еще четырех Нас зарубить О, мишка. Идет дальше. Кадьякус. Мы зажали Кадьяку в углу. Будем отбирать мобилу. Отжимать. Кадьяк, дай позвонить. Очень надо. Вот только что выпустили. Из ментовки. Еще один. Все. У меня Стасик умирает. Надо подхилить его. Так. Сундучок. Что тут у нас? На плечник двенадцатый уровень. Посмотрим. Могу ли я его разбирать? Отлично. Я могу разобрать его. Ну-ка. Вот это я могу разобрать. Интересно. А, нет. Не могу. Должно быть не меньше 65. Сейчас 52. Ну, нормально 52. Это очень даже зашибись. Семнадцатый, шестнадцатый. Это что? А, вот это надо разобрать. Осадный щит, кстати говоря. Десятый уровень. Япнуть. Вот, 53 уже стало. Очень даже хорошо. Что там последний кодек у нас остался? Он на этом на камне сидит. Привет. Ой, тут два. Ой-ой-ой-ой-ой. Двух кодеков сыграл. Ладно, этого я на себя беру. Каждому по кодеку. Ну-ка отдай моего кодяка, иди своего бей. Провернись ко мне. Только неуважительно стоять задом. И умереть задом. Ну, блядная кожа. Нет, не надо. Спасибо. Эть. А, давай я ножиком заколю тебя. Ха! Уш! Давай. Мы сейчас будем тебя снимать шкуру. А, прям. Я бы прям в сердце там вставил клинок. Ой, я промазал. Давай еще раз. А, да че такое ты, Киржаков-то? Давай, давай. Последний удар. Да как ты так? Снизу колись, снизу. Во! Ааа! Все. Вот сразу умер медведь. Удачно кольнул я его. Корень какой-то. Пу-бум. 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 Так. Лошадку надо слезть. Чего-то устал на лошади эти. Не мейн. Пу-бум. О, дашьку дали. Я выполнил все поручения и принес ей трупы. Это видимо с медведями. Можно здесь применить заново. Так. Ранг. Так. Огонек вернулся. Ты хорошо поработал, пиат. Вот новости, что он принес вызывать беспокойство. Что обнаружил Огонек? Похоже, что одна из хранителей логов была убита. А тот зверь, что убил ее, захватил логов и выгнал волчам. Ха-ха. Жесть. Это, типа, глубиной домик. Там лиса пришла, выгнала зайца из его домика. А, значит, остались без логова. Они стали уходить все дальше. А, да, оставшись без логова. Хранительница логова мертва. Если что-то не предпринять, то вся стая скоро погибнет. А это, наверное, рост равновесия в темнолесии. Гораздо сильнее, чем ты можешь себе представить. Что же мы можем сделать? Нам нужно убить зверя, который поселился в волчьем логове. Взять его кровь и напоить ее волчьи. Ребят, они должны быть где-то неподалеку в волкам. Как и большинство ТР. Да, он нравится вкус мести. Ммм. С этим и справлюсь. Базовое имя равновесие, а то имя равновесие. Интересно. Слава... Слава героям. Да, привет. Пежинку. Будкая. Слава героям. Пежинку. Пежинку. Б Community plays roST и лоritican sparучони. Пежинку. Не замчите ни чайë. Пежинку. Бежинка. Здравствуйте! Поиск лду на примете. Но если подумать, нам действительно не помешает ограничить распространение популяции, значит снова истребление. Да, значит снова истребление. Продолжение следует... С ними не прощаемся, но будет перерывчик. Возможно даже полчаса. Всем пока. Спасибо, что смотрели.